Какое отношение это дело имеется? Как какое отношение? Я нахожусь у себя дома, и эти вот, эти вот, злодинцы, вот эти, заходят ко мне по приказу Краматорского суда. Вот они. Они заходят по приказу Краматорского суда, вы мне не указываете. Вы призываете. По приказу Краматорского суда. И вы будете отмечать, очень жестко, потому что вы выполняете, у каждого есть моральное право отказаться от выполнения злачейных указов, и много ваших прокуроров отказалось, и они со мной говорили про это. Вы выполнили это, сейчас разгребайте. Потому что каждый из вас, кто выполняет это, будет сидеть. Я вам обещаю, перед украинским народом. Это первое. Вторая история. Вам придется вернуть эти полтора миллиарда долларов не из кармана украинца, который вам поручил у Церкви, вам придется вернуться из своих карманов, и вашего папы, и всех остальных, которые участвовали в коррупционных делах, всегда. Потому что он сын еще, сын такого же, как сам. И там у них все по нефотизму и по коррупции, и все назначаются вот так. И там все третье, четвертое поколение коррупционеров уже работают. Это раз. И надо их знать. Не только Гнаш, надо их обещать. Вторая история. Что значит? Они заходят ко мне по решению Краватурского сюда, и они говорят, что какое отношение имеет дело. Извините, я у себя дома, они приходят, по квартирифицированному делу, по которому они украли полтора миллиарда, какое это имеет отношение? Второе. Этот Луценко, его посыпали, что они говорят. У нас есть. Вы послушали, что они сказали внимательно? Что Саракашили сделал что-то, на что мы реагируем? А потом он сказал, что он планировал делать что-то. Я не сделал, он планировал. За предпущение. То есть три планирования. Типичный совок. Типичный. То есть Советский Союз никто не мог разрушить. Мы все время планировали его разрушить. А Гонтарева сделала? Да, Гонтарева реально украла полтора миллиарда. Дом Павловича. Анатолий Грицайков брал Гонтарева, полтора миллиарда вместе с Васильевым забрала, а там они ничего не забыли. А я как-то планировал разрушить государство в Суром Украине. Вы представляете, с какими людьми мы имеем дело? Вы представляете, что это вообще зрелище, развивающее судом? Вы представляете, до чего докатилась прокуратура? И вообще, до чего они довели государство в Суром Украине? Глинки будем так и терпить. И поэтому ситуация очень простая. Запомните все их фамилии и имена. Потому что потом они будут... Потом, что когда Порошенко улетит на Мальдивы, когда Луценко улетит куда-нибудь в Испанию, надеясь мы его не упустим, они будут говорить, мы люди маленькие. Тогда так было нужно. Запомните их фамилии, их глаза. Вот это глаза всех людей, которые выполняют их приказы. В этот раз, тут есть в этом зале люди, которые будут и президентом Украины, и все остальные, и руководителем украинского государства. Я хочу обратиться к ним, потому что у меня нет должностных амбиций. Ни в коем случае не отпускайте, прошу вас. Ни в коем случае, чтобы они не отвернулись от ответственности в будущем. Это очень важно. Потому что вам они уже не понадобятся. Такие вам не понадобятся. Мы будем строить новую Украину, когда человек, который выполняет любой преступный указ, они считают, что они себя нужны. Его отец был нужен, но он нужен. Больше не будет нужны. Они нужны в тюрьмах и камерах. Но ни в коем случае на государственной службе. Это мы должны все запомнить. Потому что тут есть очень приоритет Украины в этом зале. И вот это необычный процесс. И эти люди, какие бы премии ни отдавали, им придется отвечать за это. Их хозяева, кто сбежит, кто не сбежит, у них тоже забрать надо детей. Вот и вся история. И поэтому... Встань и уходи! Встань и уходи! Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok